Всем добрый вечер. Я стою в площади около канцелярии Грузии, где сейчас тысячи человек, оппозиционеров, протестуют и требуют, во-первых, доступа к нормальному лечению для Михаила Саакашвили, в том числе протестовывают результаты выборов, которые в Грузии оппозиция считает украденными. Напомню, что вот за последние дни Саакашвили, который сидит в тюрьме и голодает уже почти 40 дней, значит, в пятницу были распространены видео, как он там ел какое-то пюре, и власти пытались раздуть большую компанию вокруг этого, что вот он нарушает голодовку, потом у него был амбудсмен Грузии Ниналанджария, все это выяснилось, оказалось, что врачи в медпункте его, как попросили, рекомендовали какие-то натуральные соки принимать вместо лекарств и какую-то кашицу кушать для получения минералов в организму. Когда это видео распространили, Саакашвили вообще отказался полностью от приема чего-либо, от каких-либо медикаментов, лекарств. Оппозиция требовала, чтобы Саакашвили был переведен в нормальную больницу, в нормальную клинику, где он может получить соответствующее лечение. Власти, значит, говорят, что нет, нельзя, и говорили, что в случае необходимости он будет переведен в тюремную больницу. Значит, сегодня, вернее, вчера Ника Мелия вечером объявил, что власти не выполнили ультиматум оппозиции, не переводят Саакашвили в нормальную клинику, и поэтому сегодня на 8 часов была назначена большая акция протеста, и действительно, вся площадь свободы была заполнена, было очень много людей, и сейчас тоже людей очень много, но уже они переместились в другое место. Я сейчас объясню, куда. Значит, сегодня днем, в районе пяти вечера, Саакашвили неожиданно просто пропал из тюрьмы. Никто не знал, где он находится, ни его адвокаты, ни его родственники, ни его мать, и все гадали, были разные версии, все гадали, значит, что такое, какое-то похищение, фактически никакого заявления, никаких документов не было представлено, исчез. И потом, через несколько часов он нашелся в тюрьме в Булдане, в тюремном госпитале, куда как раз оппозиция и международное сообщество требовали его не переводить, а переводить в нормальную клинику. И, ну, видимо, по наущению властей, значит, в этой тюрьме из окон сидящие там заключенные кричат матом всякие слова против Миши, а он, вы понимаете, почти 40 дней голодает, и поэтому в очень плохом физическом состоянии. Ругают матом, кричат из окон, и у него была уже амбудсмен Грузии Нино Ламжаря, которая его видела, он сказал, что его против его воли вывезли из тюрьмы, отвезли в эту тюремную больницу, и он слышит все эти ругательства, это такая психологическая атака на него, по большому счету, вот туда, куда его привезли, и те условия, в которых он там сейчас содержится. Поэтому вот люди пришли к канцелярии, и оппозиция говорит, что будет стоять, блокировать канцелярию до утра. Утром такие акции, как анонсировал лидер оппозиционной партии Едино-национальное движение Ника Мелия, будут в Министерстве юстиции и других местах, в таких очагах, центрах. Только что один из оппозиционеров в микрофон объявил о начале мирной революции. Вот, поэтому вот вы видите, что очень много народу, все, никто не спит, в Белисии не спит, люди стоят в канцелярии, требуют, в первую очередь, то, чтобы Саакашвили получил еще раз доступ к нормальной медицине, и вообще свободу Михаила Саакашвили они требуют. И во вторую очередь, естественно, все выступают против тех результатов выборов, которые грузинская оппозиция считает фальсифицированными, подделанными, нечестными. Ну, напомню, что в очень многих больших городах Грузии, по результатам этих местных выборов, так называемых, с разницей там в 1-1,5% типа победили по официальной версии власти, при этом, например, там полторы тысячи голосов не хватало, из них две тысячи голосов были, бюллетени были аннулированы по разным причинам. Ну, то есть вопросов очень много по результатам этих выборов. Действительно, даже все международные наблюдатели высказались и сказали, что очень много нарушений, очень много фактов обвинений в запугивании, в подкупе, в шантаже и так далее. Вот, поэтому вот сейчас люди, население Грузии, которому надоело это все, они выходят на улицы. Я видел сегодня в разных магазинах, в салонах парикмахерских людей, которые вообще не политические, они просто говорят, сегодня идем на митинг. Я говорю, а зачем вы поддерживаетесь в Саакашвили? Они говорят, нет, достало, просто достало. Вот, поэтому Грузия, Тбилиси, как обычно, на ногах. Могу только пожелать победы тем людям, которые требуют своей свободы, уважения, своих прав. Михаилу Саакашвили, естественно, доступа к нормальной медицине, естественно, честного и справедливого правосудия, в первую очередь, которого он лишен, потому что он преследуется политическими противниками, своими врагами. Вот так, Грузия, следите за событиями, потому что, наверное, в ближайшие дни, недели ситуация будет продолжаться, очень активно будет продолжать быть, и люди будут продолжать выходить на улицы, требовать, как бы, уважать свои права, уважать себя, уважать для многих из людей, которые здесь, уважать своего третьего президента страны и его права, который, собственно, эту страну построил. Да, может быть, было много там разных нарушений и так далее, но факт того, что государственность Грузии отстояла именно Миша и его команда. Поэтому свободного, свободных выборов Грузии, правосудия Михаилса Акашвили, здоровья, в первую очередь. Всего доброго. Вот сейчас я вам покажу, как выберется. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!